Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Наша съемочная группа находится в культурной столице России – городе Санкт-Петербурге. Ведь именно здесь начал свою работу 16-й международный медиафорум «Диалог культур». Сюда приехали журналисты из России и стран СНГ для того, чтобы обменяться опытом и в это непростое время, что называется, сверить часы. Свои двери для гостей и участников мероприятия распахнул Эрмитаж. Северная столица с ее характерной торжественностью, духовностью и историей, а также один из главных музеев страны Эрмитаж. Все это настраивает молодых участников форума на диалоге о культуре. Торжественное открытие мероприятия состоялось в историческом зале Эрмитажного театра. Участников форума по традиции приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский, который уверен, что будущее необходимо строить так, чтобы войны памяти превращались в диалог культур. Сегодня эту задачу должны взять на себя медиа, считает Владимир Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир». Это очень важный форум. Хорошо, что он проходит. Даже несмотря на то, что в этом году его созыв был сопряжен со многими сложностями. Я уверен, такие диалоги надо продолжать. И дай бог фонд «Русский мир» будет меру сил поддерживать такие начинания, такие встречи медиа-журналистов. Потому что сегодня медиа-журналисты, они тоже участники процесса формирования мировоззрения. Очень большая ответственность как в сторону позитивного развития мира, так и негативных последствий. То, что мы сейчас на Украине видим. Это ведь тоже продукты. То, что мы... С чем мы боремся сегодня? Это продукт определенных медиа-воздействий на массовое сознание. Это дошло вообще до таких безобразных... Ну, никогда бы не подумал. Когда люди, говорящие по-русски, и без всякого отцента расстреливают памятники советским воинам, погибшим при освобождении Украины, при этом еще, так сказать, выражают божные восторги. Это как-то мерзко очень выглядит. Это же прадеды ихние. Это один народ был. Поэтому нам важно сохранять единство и многообразие культур. И главное, что культура не должна быть под запретом, если она несет разумное доброе вечество. В этом году в форуме принимают участие более 300 молодых журналистов, представляющих Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Южную Осетию, а также все 11 часовых поясов России. Впервые в работе форума принимает участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик. В здании главного штаба Государственного Эрмитажа открылась фотовыставка «Я здесь живу» — 200 лучших работ фотографов Евразии. В проекте приняла участие и Татьяна из Луганска. Все 8 лет за время становления Луганской народной республики я работала на территории Донбасса. Много путешествовала по городам, много снимала и через объектив старалась видеть только хорошее. По крайней мере, находить что-то хорошее всегда в каждом кадре. Поэтому я привезла только такие добрые, позитивные снимки, таким, каким я хочу видеть свою Луганскую народную республику уже в составе Российской Федерации. Находить светлое даже в самом темном — это особенный талант журналиста, уверена Юлия, корреспондент телеканала «Юнион» Донецкой народной республики. Она вспоминает, что когда 8 лет назад начались обстрелы, редакцию пришлось перенести в подвал в здание. Поначалу ходить на работу было страшно, потом привыкла. Сейчас Юлия снимает сюжеты про тех, кто под пулеметной очереди продолжал и продолжает делать свою работу. Наши сюжеты посвящены в целом человеку, человеку в непростых условиях. Мы снимаем, начиная от наших коммунальщиков, которые после обстрела выходят сразу убирать улицы, буквально через час после прилета в асфальте нет уже дыр от этих воронок. То есть от наших коммунальщиков, которые сажают цветы в таких непростых условиях, у нас нет воды, допустим, с тяжелостью с водой, они поливают все равно цветы, выращивают розы наши донецкие. Это учителя, которые также под обстрелами идут на работу, они воспитывают подрастающее поколение так, чтобы больше не было этой ситуации, чтобы не было войн, конфликтов, учат быть сплоченными. Вот у нас люди, когда мы выезжаем на последствия обстрела, мы общаемся с ними, и они говорят, да ничего, переживем, справимся, выстоим. Главное, что у нас есть сплоченность, единство, мы любим свой дом, свой регион, и каждый вот в маленьком своем городке, в своем деле что-то пытается привнести, какую-то мирную жизнь. Люди пекут хлеб, работают производство, бывает уголь, работают наши предприятия. То есть мы вот всеми силами приближаем эту мирную жизнь. Наверное, какой-то вот закаленный такой стальной характер нам это позволяет делать. Вот как бы наши сюжеты о героях, о героях у нас, по сути, каждый. Каждый, кто остается на своем месте, продолжает делать то, что он должен делать, чтобы наступила мирная жизнь. Мы снимаем и о наших бойцах, и о российских военных, поскольку они всегда находятся вот плечом к плечу, на передовые позиции приезжаем, и там всегда все вместе. И из Чечни тоже есть ребята, то есть они все находятся в таком сплочении, друг друга поддерживают. И, конечно, вот нас поражает как бы мотивация российских военных, да. То есть наши ребята, понятно, что они идут за свои семьи, за свои дома. А вот российские военные такие интересные вещи нам говорят, что теперь же это наша земля, это же большая теперь Родина. Поэтому мы, как для наших братьев, приехали вас поддержать, вам как бы оказать свою такую помощь. Мы очень благодарны всем, кто помогает нам и в мирном, как бы и в военном плане. То есть очень много гуманитарной помощи, много очень поддержки, идут разные фонды, волонтеры просто, люди из разных городов. Вот казалось бы, да, мы через там сотни километров, они какие-то открыточки что-то высылают, слова поддержки. Это очень приятно, что нас знают, что вот нас как бы поддерживают. Форум начал свою работу с практической конференции «Диалог культур» в медиапространстве Евразии. И организаторы, и участники отметили, что сейчас как никогда важен живой диалог. Приезжают коллеги из разных стран, показывают свои работы в разных направлениях журналистики и креативных индустрии, от фотографии, блога до видео и лонгрида. Обмениваются этим опытом, то есть происходит диалог реальный между журналистами разных стран при помощи того медиапродукта, который они создали. Вот завтра мы откроем 250 работ молодых фотографов стран Евразии. На форуме много говорили о том, как меняется сегодня профессия журналиста, и при этом неизменными остаются базовые вещи, такие как... Это история Отечества, история литературы и познания всего мира. Если он все это будет знать, он будет тот журналист, который будет соответствовать тем мерилам, которым мы говорим о современной журналистике. Потому что он может... Конечно, сейчас соединилась и профессия ремесло. Ремесло, я имею в виду, пользоваться гаджетами, телефонами, уметь монтировать, все это сообщать. То есть он и редактор, он и монтажер, все это правильно. Но основа все-таки его образованность, его высокая культура, его знание истории, его знание литературы. Именно благодаря этому он становится нормальным гармоничным человеком, и он воспринимает другую культуру. Он не может стать хамом. Для гостей и участников форума организаторы, среди которых и фонд «Русский мир», подготовили насыщенную и интересную программу. Фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов, посещение Ленфильма, работа с уникальными фондовыми экспонатами Эрмитажа, поездков в Гатчину, Тосно и другие города северо-запада России. Все это, безусловно, поможет объединить усилия представителей СМИ в налаживании межкультурного диалога между государствами. Однако не все участники с этим согласны. Мне кажется, важнее сегодня выстроить этот диалог внутри страны, потому что даже внутри страны мы еще не до конца друг друга понимаем. Мы еще не знаем культуру друг друга. У нас столько регионов, столько национальности, народности, и мы не знаем... Вы знали, что есть Нагайбаки? Это такой малый народ, который живет только на территории Челябинской области. Больше нет нигде их. Их 8 тысяч человек всего. И вот многие в стране не знают даже о нас, о тех, кто живет здесь. Конечно, безусловно, важно налаживать диалог и со странами СНГ, и с другими странами. Но начать, наверное, нужно с себя и настроить этот диалог внутри. Каждый из участников медиафорума после его окончания отправится домой, в свою редакцию. Но уже с изменившимися представлениями о профессии, с новыми знаниями и впечатлениями. От именно этой поездки я ожидаю, что у нас будет налажено сотрудничество со многими нашими коллегами. И что в дальнейшем, как говорит само название мероприятия, диалог культур, как говорили и организаторы, чтобы говорила культура. Для каждого участника мероприятия это событие ценно по-своему. Кто-то из ребят впервые попал в Санкт-Петербург. Кто-то из журналистов-документалистов мечтал побывать на Ленфильме. А для Полины, которая работает на белорусском телевидении, важна атмосфера и профессиональное общение. В первую очередь это уникальные знакомства. Знакомство с людьми из той же сферы, которой ты занимаешься, но с других стран. И в любом случае, если говорить о журналистике как о дисциплине, то оно в разных странах, в любом случае дисциплина примерно одинаковая. Но то, как мы это преподносим, как это преподносят разные телеканалы, разные корреспонденты из разных стран, это в любом случае интересно за этим наблюдать, потому что оно в большей или меньшей степени отличается друг от друга. И мы для себя можем принести что-то новое от других людей, с которыми мы познакомились на этом форуме. Потому что в обычной жизни мы не так часто можем выезжать по разным странам и знакомиться не только как туристы, а в качестве журналиста еще и познакомиться со своими коллегами, пообщаться с ними. А здесь, на этом форуме, есть прекрасная возможность, чтобы мы могли поближе познакомиться, поделиться опытом, пообщаться, рассказать друг другу о каких-то своих, может быть, так называемых лайфхаках, либо о своих каких-нибудь курьезных случаях на работе. То есть это прекрасное общение. Но и также это ознакомительный формат. Мы знакомимся с культурой, то есть с культурой других стран. На этот форум ежегодно приезжают будущие звезды телевидения и радио, топ-менеджеры, диджитал-журналистики, талантливые операторы и продюсеры, все те, кто будет строить евразийское медиапространство будущего. И какими бы геополитическими событиями не был окрашен мир в дальнейшем, эти ребята точно будут знать, что диалог – лучшая форма коммуникации. А диалог к культур – лучший способ единения.